Что греха таить, мы с вами говорим о том, что инфляция будет расти, а инфляция, соответственно, обесценивает непосредственно валюту. Максим почему-то уперся в этот доллар, да? Маркетинг платится в новозеландских долларах, транспортировка внутри Новой Зеландии осуществляется в новозеландских долларах. В этом случае нужно понимать, что доллар будет обесцениваться, потому что другие валюты будут более жесткие. Почему такое происходит? Всем привет, на связи Максим Петров и проект MaxCapital. Мы продолжаем серию наших видео на канале YouTube и сегодня хотелось бы поговорить об альтернативных валютах. По одной простой причине очень много задаются вопросов в комментариях, да, в какой же валюте все-таки хранить. То есть все говорят доллар, доллар, доллар с одной стороны, с другой стороны говорят, что долларов напечатали очень много, денежная масса в долларах увеличилась, соответственно, инфляция долларовая будет достаточно высокая. Что греха таить, мы сами говорим о том, что инфляция будет расти, а инфляция, соответственно, обесценивает непосредственно валюту. И в этом случае разумный, закономерный вопрос, если мы готовимся к кризису, если мы накапливаем кэш, то в каких валютах, в каких инструментах это лучше хранить? Кстати, давайте мы о кэше, наверное, поговорим в дополнительном видео, если вам интересно, какая доля кэша должна быть в настоящий момент в активе, почему кэш является сейчас, несмотря на растущие инфляционные риски, он должен присутствовать в портфеле, на какую долю он должен присутствовать в портфеле. Обязательно напишите комментарий по данным видео, мы об этом поговорим отдельно. Сегодня же мы возвращаемся к вопросу, окей, хорошо, я принимаю тот факт, что я хочу использовать возможности кризиса, для этого, в принципе, мне нужен такой инструментарий, как кэш. Максим почему-то уперся в этот доллар, да, почему там нет евро, почему там нет юаня, почему там нет иен, то есть почему такая узкая специализация, то есть почему мы концентрируемся исключительно на долларе, и в данном случае этот вопрос проистекает опять-таки из всего того же, о чем мы говорим. Мы говорим, что денежная масса в Америке увеличилась, что самый агрессивно печатающий Центробанк, то есть Центробанк, который больше всего печатает валюты, это является Центральный банк Америки. Он же, она же Федеральная резервная система, доллары увеличиваются, почему доллар, и почему, какие другие альтернативные валюты можно использовать. Смотрите, давайте поговорим об этом более подробно. Нужно понимать очень простую вещь, статистика и информация, да, американская экономика является экономикой, которая потребляет больше всех. То есть основное потребление, основной рост, соответственно, всего мира, он сконцентрирован непосредственно в Америке. И в этом случае на нее как бы все равняются, на нее непосредственно смотрят, а при этом все остальные экономики, они как бы остаются немножко в тени. Беспрецедентный рост активов на балансе Федрезерва, который как раз-таки показывает интенсивность работы печатного станка, у всех перед глазами. Все на это непосредственно ориентируются и, исходя из этого, делают выводы. И в этом есть разумные вещи, это стоит опасаться, если вы не учитываете очень важного фактора, что это делает не только Америка, а это делают все. То есть это делает и Европейский Центробанк, это делает Китай, Банк Японии это делает гораздо дольше, наверное, не в меньших масштабах, ну, по отношению к ВВП, опять-таки, а не в абсолютном значении. И поэтому нужно понимать, что в настоящий момент все печатают доллары свои, скрытым или не скрытым образом. То есть где-то это публично и явно, и обязаны раскрывать, что это публично и где-то это происходит не явно. Но по каким-то косвенным признакам это можно непосредственно оценить. Почему такое происходит? Потому что так как у нас экономика мировая является глобальной, и вы являетесь глобальным капиталистом, но вам, в принципе, без разницы, в какой валюте инвестировать, вы можете по щелчку пальца щелкнуть 2-3 клавиши на компьютер и перевести свою валюту из доллара в евро, из евро в английские фунты, из английских фунтов, в принципе, и в китайские юань. Если предположить, что Америка будет печатать доллары, а все остальные не печатают, то в этом случае да, в этом случае нужно понимать, что доллар будет обесцениваться, потому что другие валюты будут более жесткие, потому что кредитно-денежная политика этих центральных банков, она более жесткая, и эти валюты будут тверже. Давайте, опять же, на пальцах объясню, каким образом это работает на слове некого такого метафоричного примера. Допустим, вы живете в Новой Зеландии, и в Новой Зеландии происходит разгон инфляции, ну, то есть, как некие отголоски глобальной печатки долларов, да, инфляция начинает разгоняться, и тут центральный банк Новой Зеландии выбирает жесткую кредитно-денежную политику, и для того, чтобы обуздать инфляцию, а новозеландский доллар, он вообще не печатал, начинает ужесточать кредитно-денежную политику и повышать процентные ставки. Что в этом случае вы понимаете как глобальная игра? В Америке процентные ставки на около нулевых значениях. Помимо всего, деньги еще печатаются, и вы очень легко можете привлечь американские доллары. Что вы в этом случае делаете? Вы берете доллары из Америки, привозите их в Новую Зеландию, в Новой Зеландии продаете доллары, покупаете новозеландские доллары, локальную валюту, и, там, самый простой вариант, вы покупаете государственные аббригации в Новой Зеландии с более высокой процентной ставкой, или вы инвестируете в акции новозеландских компаний, да, потому что здесь твердая, понятная, положительная разница, да, потому что инфляция будет низкая, а в Америке инфляция будет разгоняться. В моменте это приводит к тому, что долларов американских в экономике Новой Зеландии становится много, и возникает очень большой спрос на новозеландский доллар, и он начинает расти в цене по отношению к доллару, потому что доллары продают, а новозеландские доллары покупают. И что происходит с экономикой Новой Зеландии в этой ситуации? А происходит следующее. Заработная плата платится в новозеландских долларах, маркетинг платится в новозеландских долларах, транспортировка внутри Новой Зеландии осуществляется в новозеландских долларах, и в этом случае происходит следующее. Когда товар, я не знаю, масло, или там, я не знаю, стейки-рибай, да, которые выращены, говядина, которая выращена в Новой Зеландии, если вы это экспортируете на глобальный рынок, не для внутреннего потребления, то у вас начинает расти себестоимость, потому что количество долларов, ну, новозеландский доллар уже укрепился, поэтому это приводит к тому, что себестоимость в американских долларах, в которой происходит абсолютное большинство расчетов международных, у вас себестоимость в долларах выросла, но вы не можете продавать этот товар дороже, чем, ну, точно такой же товар стоит, допустим, из Австралии, или та же самая говядина из Аргентины, то есть, если она стоит там, условно, 100 долларов, да, за один стейк, то она 100 долларов и будет стоить, то есть, вы продаете свой стейк за 100 долларов, но у вас себестоимость в долларах выросла, в американских долларах выросла, и тогда вы перестаете конкурировать, да, по одной простой причине, потому что у вас нет прибыли, и это как раз-таки вот эта вот история, вот эта философия, она приводит к так называемым валютным войнам, и когда Америка начинает ослаблять свою кредитно-денежную политику, все остальные страны тоже начинают ослаблять кредитно-денежную политику, это делает еврозона, это делает Китай, это делает Япония, это делают абсолютно все по одной простой причине, иначе ваш товар не будет конкурировать на международном рынке. Я привел метафоричный пример с Новой Зеландии, давайте, чтобы еще раз было более понятно, приведу пример уже 98-го года с России, что мы получили в 98-м году? В 98-м году произошла резкая девальвация рубля, то есть, если курс доллара был 1 к 6, ну, то есть, за 1 доллар давали 6 рублей, то уже через 2 месяца давали 24 рубля. Как это произошло для глобального инвестора? Российская нефтяная компания продавала баррель нефти, и у нее был сотрудник, которому она платила 6 тысяч рублей зарплаты, опять же, 6 тысяч рублей возьмем условно, чтобы было проще считать. 6 тысяч рублей, по курсу 6 рублей, это получается 1000 долларов была заработная плата у сотрудника российской нефтяной компании в 98-м году. Происходит девальвация, и за доллар уже дают не 6 рублей, а дают 24 рубля. При этом у человека как была зарплата 6000 рублей, так она и осталась, то есть, в долларах она не увеличилась, но при этом, вернее, в рублях она не увеличилась, но в долларах она сократилась в 4 раза, потому что 6 тысяч разделить на 24, получаем 250 долларов. Что произошло у российской компании нефтяной? У нее произошло резкое схлопывание затрат, и, соответственно, заработную плату она как платила в рублях, так и продолжила платить, но в долларах заработная плата стала 250 вместо 1000. И это произошло по всем компаниям-экспортерам, да, то есть, почему российский рынок, который преимущественно сырьевой, если посмотреть его динамику с 98-го года, так сильно и резко в своей доходности обходит все остальные рынки? Именно по этой причине, да, потому что у нас резко снизились долларовые затраты, в первую очередь, на основную статью затрат на персонал. И удивительного в том, что российская экономика, там до 2007 года, росла по двузначными темпами, нет. Потому что и нефть продолжила рост, как продавали определенное количество барреля нефти, так и продолжили продавать. Продавали за доллары, затраты были в рублях, то есть косты были в 4 раза меньше, затраты были в 4 раза меньше. Больше прибыли у сырьевых компаний, большая сумма налоговой базы, размер на базу налогового обложения, большие налоги, которые получает федеральный бюджет. И мы увидели прекрасное, великолепное начало 20-го века, когда у нас зарплаты в год росли по 20-30% в год, когда с 2004-2005 года мы переписали все ценники с УЕ, переписали непосредственно в рубли, когда у нас курс доллара стал 24, ну не 24, 25, 26, 27 рублей в 2007 году за доллар, вот мы увидели, то есть это фактически некая такая валютная война. То же самое можно сказать про Китай. Когда начали вводить торговые войны, то есть что сделала администрация Трампа? Она взяла и наложила пошлины на импортные китайские товары. И сначала ответ был соразмеримый на 50 миллиардов, Китай тоже ответил на 50 миллиардов, а потом Трамп взял и увеличил до 150, вернее на 150 миллиардов еще. А Америка не экспортирует такие объемы продукции в Китай, чтобы Китай мог ответить соразмерно. Что сделал Китай? Китай опустил национальную валюту с 5 юаней за доллар до 7,5, девальвировав таким образом. И поэтому, возвращаясь к теме нашего ролика, к теме нашего видео, когда мы говорим об альтернативных валютах, мы должны не просто смотреть на альтернативные валюты, а зачем вы это хотите сделать. И в этом случае нужно понимать, что если печатают деньги, ну другие банки, центральные банки, они не пойдут на жесткую кредитно-денежную политику по одной простой причине. Потому что если они будут сдерживать инфляцию за счет высоких процентных ставок, а Америка по-прежнему будет оставаться в зоне печатания денег и низких процентных ставок, то экономика еврозоны, экономика Китая, экономика Японии, в этом случае, если будет крепкая национальная валюта, эта экономика не конкурентна на глобальном рынке, потому что затраты вырастут, поэтому все будут девальвировать. Это первая причина, по которой нужно понимать, что все зависимо в глобальной экономике, и никто не пойдет на ослабление национальных экспортеров, потому что потребление основное ведется, опять-таки, у нас в раннем еврозоне и в Соединенных Штатах Америки. Второй фактор, почему я отдаю предпочтение доллару, заключается в том, пирамиды долгов. То есть у нас беспрецедентно выросли долги в мире за последние 30-40 лет. Я понимаю один простой факт, что порядка 95% глобального долга этой корпорации и государства, которые занимают, они занимают в долларе. Формальный выпуск может быть в евро, в юанях, в иенах, то есть формально, то есть то, что на бумаге написано. Но в любом случае эта ликвидность взята в долларах. Если в международных расчетах доля доллара 60%, сейчас или может быть даже чуть меньше, абсолютный размер глобального долга, он как раз-таки сконцентрирован в долларе. Почему это важно? Потому что когда у вас происходит схлопывание пирамиды долгов, то есть когда долг начинает рушиться, начинается банкротство, начинаются дефолты, начинаются неплатежи, всем резко нужен доллар. То есть вы это видели в 2007 году, когда хлопнулся Лемон Бразерс, когда с рынка ушел просто один крупный игрок, контрагент. Всем понадобились что? Юани? Евро? Ребята, всем понадобились доллары. И многие ведные экономисты говорят, что кризис, который финансовый был в 2007-2008 годах в банковском секторе. Проблемы не решены, они только увеличились. Размер левериджа увеличился, размер долга увеличился, то есть проблемы-то никуда не делись. И мы уже видели, каким образом возникает резкий всплеск на, ну то есть возникает спрос на доллары. Всем нужны будут доллары. И доллары будут стоить очень дорого. У меня был пример из собственной практики, когда человек покупал еврооблигации с доходностью в долларах, в 2014 году, да, когда Крым наш. Наложили санкции на Россию и долларов нет. Ну, вообще нет. То есть на рынке нет долларов. Банк приходит на межбанковский рынок, говорит, ребят, дайте мне на одну ночь долларов. Я не знаю, там 100 миллионов долларов. Ни у кого. Всем нужны доллары. Все забирают доллары. Компании забирают доллары, физики бегут, забирают доллары, потому что он непосредственно растет. То есть долларов ни у кого нет. И в этом случае стоимость доллара очень резко взлетает. Ценность его очень сильно растет. И это вторая причина, по которой я предпочитаю находиться в долларе, по одной простой вещи, что в случае там какого-то негативного развития сценария спрос на ликвидность, на долларовую ликвидность будет достаточно высок. И ситуация меня нисколько не смущает. Да, я готов там вытерпеть и спокойно пересидеть даже растущую инфляцию в долларах. Просто для меня это важно, как некий инструмент, купить хорошие классные компании стоимости, компании роста со скидками в 50-60-70 процентов за доллары. Потому что продаваться они будут в первую очередь за доллары. В то время как ни у кого этих долларов не будет. И люди будут отменивать хорошие классные активы. Наличность, которая генерирует денежный поток, они будут просто отдавать с дисконтом 50-70 процентов. И вот в этот период очень важно оказаться с важными, надежными и ликвидными инструментами в первую очередь доллары. Максим, скажите, а значит ли это, что другие альтернативные валюты не нужно покупать? Ну, как я всегда говорю, что не нужно, с одной стороны, ну, зачем? То есть, что вы хотите сделать? Вопрос, когда, для чего мы покупаем альтернативные валюты. Природа вопроса, она вытекает из того, что абсолютное большинство людей, 80 процентов людей задают вопрос по поводу альтернативных валют, как некую реакцию на то, что долларов становится много, что денежная масса в долларах увеличивается. И исходя из этого возникает вопрос, связанный с тем, что какие другие альтернативные валюты могут быть. Я ответил в данном видео с тем, что не заблуждайтесь, другие тоже печатают и денежная масса у них тоже, в принципе, увеличивается. С позиции контрагентов спокойствие, но есть статистика международного валютного фонда, какая валюта занимает долю международных расчетов. Если вы просто хотите копить кэш, возьмите статистику МВФ, посмотрите, как это происходит. Но нужно понимать, опять-таки, что в кризисной ситуации доллар себя в такой ситуации будет чувствовать более комфортно. Опять-таки, при этом расчеты международные, доля доллара меньше, но кредиты, в чем выданы основные кредиты мирового долга, они выданы в долларах. И здесь вопрос, какой критерий вы для себя выбираете. Если по расчетам, тогда статистику по международным расчетам. Если с позиции возможностей, то есть какая валюта себя будет чувствовать наиболее комфортно, на какую валюту возникнет наибольший спрос, возникнет наибольший спрос на ту валюту, в которой наибольший леверидж. Потому что пирамида крушится, то есть пирамида рушится, и эта валюта, в которой номинирован долг, соответственно, эта валюта будет пользоваться наибольшим спросом. И поэтому в этом случае, ну, если мы понимаем, что 90-95% долга у нас номинировано в долларе, наверное, кэш должен быть на 90-95% в долларах. У меня, в принципе, на этом все. На связи был Максим Петров. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Наиболее интересные комментарии – это те самые инструменты, которые будут для вас полезны. До встречи в новых выпусках.